Всем привет! Я Павел Бадыров, ведущий проекта Vortex Sport Battle. Поехали дальше. Что же помогает нам выполнить движение наиболее оптимально? Собственно, это техника. И здесь я хотел поговорить отдельно о таком параметре, как техника. На эту тему очень много говорят. Очень часто можно слышать, что это правильная техника выполнения движения, неправильная техника выполнения упражнения того или иного движения. На самом деле, все здесь очень непросто. И если мы не знаем то, ради чего выполняется конкретное движение, говорить о технике бессмысленной. Всегда надо понимать контекст, для чего, собственно, то или иное движение выполняется. И, исходя из этого, уже анализировать правильность либо неправильность техники. К примеру, вот я сейчас заговорил об ударе. Попробуем проанализировать технику выполнения удара. Какая техника является оптимальной? Если перед нами стоит задача нанести удар максимальной силы, то с помощью физики несложной мы понимаем, что нам нужно иметь наиболее высокую скорость движения ударной конечности. И, по возможности, как можно большее количество массы должно быть прицеплено к этой ударной конечности в момент контакта с целью. Соответственно, нам нужно правильным движением максимально разогнать нашу конечность в конечной точке, чтобы оно к моменту касания с целью имело максимальную скорость. Движение должно быть выполнено, напоминающее то, что делают, например, метатели диска. Вот видели? Он с большой амплитудой размахивается и, включая в работу все работающие мышцы, разгоняет до максимальной скорости свою конечность. Ну, собственно, задача метателя — метнуть как можно дальше диск. Соответственно, чем выше скорость его конечности, тем дальше этот, так сказать, предмет летит. Так вот, в данном случае, если у нас стоит просто задача нанесения максимальной по силе удара, именно такая техника будет оптимальной. Требуется большой замах, чтобы обеспечить большой путь для разгона, включение всех участвующих мышц и вот такое вот максимально амплитудное движение. И именно таким движением, например, весьма похожим, наносил удар победитель первого турнира по силе удара, который я проводил там, Дзембалат Сориев. Движение было достаточно амплитудно, он включал в работу все свое тело. Более того, он еще использовал в качестве ударной поверхности для достижения максимального эффекта при той цели, которая была жесткую поверхность предплечья вот этого, которая, втыкаясь вот в этот мешок, максимально быстро передавала вот этот вот полученный импульс, что и позволяло достичь максимальной силы удара. И применительно к этой задаче эта техника выполнения удара является оптимальной. При том, что под роликом огромное количество комментариев, пьет неправильно техника, неправильно и тому подобное. Почему такие комментарии? Все очень просто. Потому что люди не анализируют цель, они рассматривают его удар через призму других задач. К примеру, с помощью призмы задач в единоборствах, там комментарии, да пока он размахивается, грубо говоря, там можно уйти покурить. Возникает вопрос, если мы в единоборствах, значит нам нужно нанести удар таким образом, чтобы человек не успел уйти покурить и удар долетел. Что для этого требуется? Для этого требуется уменьшение времени, так сказать, на нанесение удара с момента старта до контакта с целью. Соответственно, большая амплитуда, большой замах нам не подходит, потому что он очень заметен. Пока ты двигаешься, человек может среагировать и уйти от удара. Что требуется нам для того, чтобы оптимизировать движение для новой цели? Нам надо попасть в человека, который не хочет, чтобы в него попали. Надо сделать это максимально быстро, значит нам нужно сократить время. Надо уменьшать амплитуду. Соответственно, надо ударить по более короткой амплитуде, и в этом случае удар имеет более высокий шанс достичь цели. Такая техника удара для данной задачи будет являться более оптимальной. Но там возникают новые ситуации. Дело в том, что тот, кто стоит напротив, ко всему прочему, еще и может контратаковать. И в этом случае нам нужно думать не только о том, чтобы нанести этот удар, но то, чтобы еще не пропустить самому. Возникают моменты, связанные с тем, что мы, например, когда наносим этот удар, должны прикрыть собственный подбородок вот этим плечиком. Соответственно, должны в конечной фазе не просто руку выпрямить, а еще и плечом прикрыть подбородок. Меняется техника? Меняется. Новая задача, новая оптимальная техника. А если мы ведем разговор о том, что нам нужно проводить серию ударов, то, соответственно, мы этим ударом должны себя подготовить к выполнению следующего удара. Значит, мы еще должны зарядить, как говорят, руку для последующего удара, другую. То есть мы, нанося этот удар, должны отвести левое, в данном случае, плечо назад, зарядить левую ручку для того, чтобы можно было ударить следующим образом. Изменилась техника, изменилась новая задача, новая техника. Соответственно, под каждую задачу выполнение будет разное, и она будет соответствовать той задаче, под которой стояла. Поэтому анализировать и говорить, например, что Дзамбалат, сори, вбил по мешку неправильно, глупость, потому что он выполнял задачу нанесения максимального по силе удара по мешку. Там такая задача была. Он не дерется, в данном случае, ни с кем. Ему навстречу никто не бьет, от него никто не уклоняется. Именно поэтому он выполняет свое движение так. Если он выходит в ринг, там другая задача, соответственно, и техника будет в выполнении меняться. Поэтому техника выполнения того или иного движения, она привязана к конкретной задаче. И рассматривать технику в отрыве от того, какую задачу решает человек, бессмысленно. Ну, к примеру, мы когда наносим более лаконичные, более короткие удары, которые имеют больше шанс достичь цели, они становятся, естественно, слабее. Амплитуда меньше, замах меньше, удар будет более слабым. С точки зрения результата в бою нам важнее попасть, чем махать в никуда. А с точки зрения, например, нанесения максимального по силе удара на тренажере, когда мы на соревнованиях участвуем по силе удара, эта техника будет являться неоптимальной, потому что она не использует весь потенциал для одной задачи. Одна техника оптимальна, а для другой другая. Надеюсь, это понятно. То есть в любом случае, любая техника выполнения движения должна анализироваться с точки зрения того, для чего она используется. Это применительно к неким, так называемым, соревновательным движениям, то есть для тех движений, которые мы уже используем. И еще отдельный момент о технике тренировочных движений, что тоже очень важно и поможет для анализа тех моментов, которые связаны, так сказать, с участием наших спортсменов. В последующем мы попытаемся разобрать это дело. Дело в том, что в зависимости от того, какова тренировочная задача, используется и разная техника. Единоборцы используют технику, которая позволяет им при минимальных затратах сил достигать максимального результата, например, максимальной скорости движения, тех же самых ударов, защитных действий и тому подобное. И должны выполнять эту работу долго, поэтому должны быть выносливыми, поэтому надо тратить сил поменьше. Поэтому вся работа построена на оптимизацию техники, исходя из этой задачи. А если мы рассмотрим, например, такой вид спорта, который, на мой взгляд, не совсем спорт, как бодибилдинг, то там задачи совершенно другие. И, соответственно, и техника совершенно другая, и правильная техника, применительная к бодибилдингу, упражнений, тренировочных совершенно другая. Какова цель бодибилдинга? Цель бодибилдинга, если ее упростить, это развитие максимального мышечного поперечника, максимальных по размеру мышц. Так вот, мышцы растут в ответ на некое свое состояние, которое достигается в процессе утомления в определенных режимах. По сути, задача бодибилдера научиться грамотно утомлять нужные ему мышцы, чтобы они в ответ на это утомление отвечали своим мышечным ростом. И, по сути, задача бодибилдера научиться быстро утомлять мышцы, как бы странно это ни звучало. Эта задача прямо противоположна практически любой другой задачи, встречающейся в любых других видах спорта. Именно поэтому, с точки зрения нормального спорта, она абсолютно парадоксальна. Рассмотрим, например, то же самое уже упоминавшееся движение сгибания руки в локте. Мы хотим натренировать мышцы бицепса, мышцы руки. Соответственно, мы должны сгибать руку с неким сопротивлением. Так вот, для того, чтобы максимально эффективно нагружать бицепс, нам требуется сгибать руку таким образом, чтобы именно бицепс выполнял эту работу. Не огромное количество других мышц, а нам нужно, чтобы бицепс именно выполнял эту работу. Соответственно, мы начинаем выполнять так называемые чистые движения. Мы начинаем прицеплять локоть, соответственно, чтобы он был неподвижен. И мы относительно него выполняли движения с сопротивлённым сопротивлением. Данная техника, с точки зрения задачи нагрузить бицепс, является оптимальной, идеальной. С точки зрения выполнения любого движения силового, она является неоптимальной. Но потому что, если мы хотим что-то поднять, мы, конечно, помогаем себе другими работающими мышцами, включая их в работу. Они выполняют движение эффективнее, нам легче. Но наша-то задача в бодибилдинге не то, чтобы движение выполнить, а то, чтобы утомить мышцу в конкретном режиме работы, чтобы она выросла. И поэтому мы начинаем выполнять такие движения. Рассматриваем подтягивания, например, на перекладине. Бодибилдер подтягивается не таким образом, чтобы как можно легче подтянуться, чтобы сделать как можно больше повторений, а таким образом, чтобы правильно включились в работу, напряглись и устали работающие мышцы. Соответственно, выполняются чистые так называемые подтягивания, в рамках которых человек старается не раскачиваться, чтобы не помогать себе, не облегчать себе работу, Потому что задача не сделать как можно легче, потратив как можно меньше сил, а сделать таким образом, чтобы мышцы как можно больше устали, чтобы они отреагировали на это ростом. Поэтому практически любая техника в бодибилдинге, эта техника абсолютно парадоксальная с точки зрения любого другого вида спорта. И она направлена на то, чтобы выполнять движение неудобно, так чтобы утомлять мышцы как можно быстрее. Это очень важный и интересный момент, который позволит нам впоследствии при анализе выступающих тех или иных спортсменов сравнивать, например, бодибилдера в движениях своих с спортсменами других видов спорта. Вот этот момент тоже для себя запомните. То есть техника и соревновательная, и тренировочная – это вещь, которая подбирается под конкретно решаемую задачу. И оптимальность этой техники зависит от конкретной задачи. Если наша задача – выполнение того или иного движения, то, соответственно, мы стараемся сделать это таким образом, чтобы выполнить это движение наиболее эффективно, тратив как можно меньше сил, достигая как можно большего результата и тому подобное. При этом, опять-таки, техника зависит от того, какая анатомия человека, насколько у него, какой длины у него конечностей, соотношение длины этих конечностей, голень, бедро и тому подобное, тоже меняет движение. И поэтому техники, идеальной какой-то, сферической идеальной техники не существует, существует всегда техника, в том числе индивидуальная, под конкретного спортсмена с его конкретной анатомией. И более того, в зависимости от того, какие конкретно мышечные группы у человека развиты лучше, меняется и техника, потому что движения – это много суставные, комплексные движения, они включают в себя большое количество работающих мышц. И надо с учетом того, какие мышцы у тебя лучше развиты, грубо говоря, использовать оптимальный момент. Если рассмотрим, опять-таки, тренировочную историю, связанную с поднятием тяжести, например, все знают такое упражнение, как становая тяга, да, когда человек так снизу поднимает вот штангу. В этом движении работает целое огромное количество мышц, мышцы разгибателей бедра, ягодичные мышцы, там, бисус бедра, там, спина и тому подобное. Так вот, если, например, у человека слабые ноги, базово слабые, да, там, ну, приличная по мощности спина, ну, так получилось, да, то он берет этого упражнения и почти сразу же начинает выпрямлять ноги, поскольку пока штанга на земле, еще это не тяжело, и начинает горбом, как говорят, тянуть. Спина-то у него сильная, он может это дело поднять. И, исходя из его нынешнего потенциала, слабые ноги и сильная спина, это техническое движение будет являться оптимальным, потому что именно оно позволяет ему выполнять максимальное усилие, развить, так сказать, максимальное усилие, поднять максимальный вес. С точки зрения перспективы развития, достижения со временем максимального результата, оно не является оптимальной, потому что на высоких весах, на самом деле, это движение не даст ему возможность выполниться нормально, потому что горбом тянуть тяжело, можно травмировать спину и тому подобное. И со временем он таки увеличит мышечный потенциал ног, которые растут на самом деле очень хорошо. Мышцы там большие заложены, и рост их потенциал очень серьезный. И поэтому для освоения техники, так называемой, правильной, ему надо, невзирая на то, что ему поначалу неудобно, начинать выполнять упражнения таким образом, чтобы сразу же начинать распрямлять ноги. Не вместе с спиной, как бы, да, а не просто распрямляя ноги, оставляя, так сказать, спину в неподвижном положении. То есть выполняя движение комплексное. Сначала движение будет получаться хуже, но за счет того, что мы со временем разовьем нужные отстающие нам мышцы, движение выровняется и станет более оптимальным, и по потенциалу эта техника является лучшей. Что интересно, при освоении тех или иных движений, когда осваивается эта или иная техника, это тоже очень важно для анализа того, что мы последствия увидим, мы встречаемся с тем, что движения нарабатываются на не очень больших сопротивлениях, как правило, и человек нарабатывает правильную технику. Именно та, которая является оптимальной с точки зрения согласованного участия тех или иных частей тела, мышечных групп и тому подобное. Но когда дело доходит до околопредельных весов, очень часто мы видим ситуацию, околопредельное сопротивление ломают технику. Почему? Да потому что пока у нас задействованы не на 100% наш мышечный потенциал, мы имеем, грубо говоря, разгибатель бедра, бицепс бедра, ягодичная мышца, спина и тому подобное с определенным потенциалом. И когда мы их задействуем на поднятие веса, являющееся 50% от нашего максимума, то, например, отстающие у нас ноги работают на 80%, спина работает на 50%, она у нас сильнее, предположим, ягодицы на 60%, не важно, то есть они в каких-то своих пропорциях. Каждая из них работает не на максимум, и мы можем позволить себе выстроить некую правильную технику по одновременному нужному включению в работу тех или иных работающих мышц и, соответственно, частей тела. И выполняем это движение качественно, красиво, все здорово. При увеличении веса мы вдруг неожиданно сталкиваемся с тем, что какая-то из групп мышц, являющаяся в данном случае у нас отстающей, доходит до своего максимума и перестает справляться с задачей. И бах, тормозит. Спина еще может, ягодицы может, бедро не может. Что происходит? Организм начинает оптимизировать, исходя из этого потенциала, из нынешней ситуации технику, начинает тянуть тем, что у нее есть, грубо говоря, потому что отстающая мышца работает уже на 100%. И происходит так называемое искажение техники на околопредельных весах, техника ломается. Это очень частое явление можно наблюдать, что человек, работающий на невысоких сопротивлениях, на небольших весах, работает красиво, при увеличении веса вдруг бах, техника пыла. Почему? Да потому что вылезли вот эти самые отстающие мышцы, которые не дают реализовать грамотно согласованное движение в нужных пропорциях, включая те или иные мышцы на всем, так сказать, этапе движения. Тем более, что по ходу движения снаряда работают, включаются то одни мышцы, то другие. Это же вообще сложный очень, так сказать, процесс. Так вот, в данном случае и используется в том числе такая вещь, как вспомогательное упражнение, подсобка, которая позволяет нам повысить потенциал, усилить отстающие на мышцы для того, чтобы выровнять наш потенциал и оптимизировать его с точки зрения выполнения движения, так называемого, оптимального. Поэтому, если мы рассматриваем технику как таковую, то техника – это, собственно, вещь, которая реализует существующий потенциал. Идеально она бывает, исходя из некого антрометрического состава тела, от его, так сказать, соотношения длин конечностей, нарабатываемое определенным количеством повторений, для того, чтобы человек выполнял это движение привычно, в автоматическом для себя режиме, не задумываясь именно так, как надо. И если мы еще умудрились грамотно развить необходимые нам мышцы, участвующие в движении, они все работают, так сказать, оптимально, согласованно, и потенциал их примерно равен, мы получаем вот ту самую идеальную технику, которая и выделяет человека, который выполняет движения телены красиво и легко. Но теперь мы поговорим о качествах физических, которые помогают нам, собственно, формировать ту или иную технику. А, собственно, поговорим о ловкости и координации. Что такое ловкость? По сути, как мы уже говорили, ловкость – это зависит от согласованности действующих, так сказать, мышц, участвующих в движении для того, чтобы выполнять движение точно, быстро и тому подобное. Так вот, по сути, ловкость конкретных движений – это физический набор, по аналогии, знаний. Это умение решать двигательные задачи. То есть, по аналогии со знаниями, можно решать те или иные интеллектуальные задачи, ну, там, арифметические, да. И если ты научился решать какую-то конкретную задачу, знаешь, как решать там ту или иную задачу, да, то ты начинаешь делать ее легко. Ровно то же самое происходит при освоении того или иного движения. Ты начинаешь выполнять его ловко. Ты начинаешь, благодаря многократным повторениям, осваивать это все, записывается мозгом. Поначалу он очень много, его процессор интенсивно думает, как грамотно согласовать работающие мышцы, чтобы включить их в нужное время. Ты об этом задумываешься. Вспомните, все вы осваивали те или иные технические движения, те же самые единоборцы. Удар ставить, чтобы у нас там нога здесь, там вес там. Потом, через некоторое время, через какое-то время повторения, ты начинаешь об этом даже не задумываться. Это все происходит само собой. Благодаря тому, что ты наработал это движение, эту задачу ты решать научился. И тебе она дается легко. Эта двигательная задача уже у тебя в копилочке, и ты решаешь ее легко. И начинаешь выполнять ее ловко. Собственно, вот ловкость – это набор тех или иных навыков по решению тех или иных задач. Одной задачей, второй, третьей. Мы умеем делать ловко это, ловко то, ловко то. Собственно, это все и помогает нам формировать ту или иную технику выполнения вот этих самых задач. Но есть еще интересное качество, как координация движения. Это способность ловко выполнять сложные движения и способность быстро осваивать новые движения, в том числе сложные. И вот эта вещь уже чем-то похожа не на набор знаний и навыков по умению решать задачи, а это похоже на двигательный интеллект, на двигательный ум. Ну, если взять, например, ум, все мы понимаем, что бывают люди несколько тугенькие, да, есть очень легкий, быстрый ум. И одни медленно осваивают те или иные знания, другие легко и быстро. Так вот, по сути, двигательное, так сказать, знание, вот эта координация, похожая аналогия. Бывают люди очень координированные, он быстро и легко схватывает новые движения. А другому это дается очень тяжело. И это тоже вещь наследуемая, но при этом она, естественно, как и интеллект, развиваемая. И чем большее количество сложных двигательных задач человек решает, чем больше копилка его наработанных вот этих вот алгоритмов двигательных, тем лучше его, по сути, координация. И он начинает осваивать те или иные движения легче и быстрее. Собственно, именно это и выделяет человека, который способен очень быстро освоить новые движения. И в наших соревнованиях мы тоже посмотрим, это тоже важно, потому что многие задачи, многие движения для людей, которые встречаются на наших площадках совершенно незнакомыми для себя испытаниями, зависят от их успешности выполнения, в том числе и от того, какой уровень координации данного человека, насколько быстро он сможет освоить движение, чтобы выполнять его ловко, то есть оптимально. Ну, собственно, на сегодня я хотел на этом закончить. На следующей программе мы разовьем, так сказать, наши мысли и поговорим о том, что такое выносливость и еще кое-что. И, соответственно, на сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И с вами был Павел Бадыров. До новых встреч!